Приветствую всех! 21.00, время Киевское, время главных новостей сегодняшнего дня и в программе «Наше время» сегодня остановимся детальнее на таких событиях. Остановить любые контакты с путинским режимом. В Страсбурге стартовала весенняя сессия ПАСЭ. Ключевые заявления. Украина нуждается в нашей поддержке и не только на словах. Новое инновационное оружие собственного производства и упор на роботизацию систем. Как украинский оборонпром расширяет военное производство совместно с партнерами. Самое масштабное наводнение 21-го столетия. Орск, Оренбург, Курган и сотни других населенных пунктов России уходят под воду. Но пока города тонут, МЧС работает ради телевизионной картинки. Длительная реабилитация после ранения и несокрушимая воля. 12-летняя украинка Яна Степаненко покорила участников бостонского марафона, пробежав 5 километров на протезах. Очень устала, очень устала. Но я очень довольна собой, что я смогла пробежать этих 5 километров. В Стасбурге состартовала весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Представители 46 стран, членов Совета Европы будут рассматривать и голосовать за резолюцию по восстановлению Украины. Какие же шансы поддержки резолюции представителями государства узнавал Олег Борисов. Российская федерация агрессор. Украине нужно дать больше оружия и всю возможную поддержку. Еще два года назад даже невозможно было представить, что такие тезисы будут звучать в Совете Европы. А из уст президента Пасси вообще невозможно. Но сегодня все эти стереотипы сломлены. Первое выступление президента Пасси Русополоса на открытии весенней сессии и сразу о поддержке Украины. Сегодня невозможно скрыть явных преступлений России в Украине. Даже тут, почти в трех тысячах километров от фронта. Агрессивная война в Украине продолжает ежедневно приносить смерти и страдания ее народу. И, несомненно, будет оставаться главным вопросом нашей повестки дня. Украина уже третий год мужественно борется против жестокой российской агрессии, которая в последние недели все чаще нацелена на критически важные объекты гражданской инфраструктуры, пренебрегая международным правом, регулирующим конфликты, связанные с окружающей средой и жизнью обычных людей. Украина нуждается в нашей поддержке и не только на словах. Сейчас она нуждается в оружии, которое позволит ей продолжать защищать себя, защищать всех нас и защищать самое фундаментальное право, закрепленное в Европейской конвенции по правам человека. Право людей на жизнь. Это уже было сказано ранее. Украина ведет эту войну не только за собственную свободу и суверенитет, но и за свободу всех нас. Неделя ожидает быть очень продуктивной. Первая и, пожалуй, одна из важнейших тем – это возобновление Украины за счет российских замороженных активов. Процесс этот продвигается очень активно, и он необратим, рассказала в интервью глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Поддержка Украины в этом направлении единогласна. Очень важно, что эти дебаты уже не стоят под вопросом «можно ли?», а не стоят под вопросом «а как мы это сделаем?». И это усиливает наши позиции по компенсационному механизму, по реестру тех утрат, которые понесли украинцы. Уже не дипломатично коллеги изъясняются. Они говорят, что мы против того, что написано в тексте «реконструкция после победы, автовиктори». Мы за то, чтобы она сегодня происходила. Это активная группа в политических группах, это работа в комитетах, там, где мы не только в политическом обсуждаем моменты того, как компенсировать ущерб России для Украины. Мы предусматриваем, что те люди, которые помогают русской пропаганде, которые помогают Путину добиваться своих целей политическим путем, информационным путем, также должны понести ответственность. И по отношению к ним должны быть санкции, которые будут предусматривать конфискацию их активов. Кроме темы возобновления Украины, в разных кабинетах говорят об усилении давления на Россию и на Путина лично за агрессивную войну против Украины. Украинская делегация предлагает в целом остановить какие-либо контакты с Россией. Речь идет об остановке каких-либо торговых отношений. Ну и кроме этого призыв к признанию Путина нелегитимным на всех уровнях. Теперь Ассамблея продолжает эту логичную линию и говорит о том, что Путин баллотировался. На этих так называемых выборах я предложил поправкой называть их так называемыми. Прямо сказать, что они были нечестными и несвободными. И таким образом не признавать легитимность Путина и обратиться. Теперь тут есть и следующий шаг. И Ассамблея обращается к странам-членам Совета Европы плюс странам-наблюдателям, а в их число входят Соединенные Штаты Америки и Европейскому Союзу, остановить любые контакты с путинским режимом, кроме гуманитарных. Уже во вторник, 16 апреля, в ПАСе ожидается визит главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Он выступит перед членами Совета Европы и уже анонсирован совместный брифинг с президентом ПАСе Теодорусом Русополосом. Если подытожить первый день весенней сессии ПАСе, в очередной раз видим, не только на словах, а и на деле, полную поддержку Украины в сопротивлении российской агрессии. Палата представителей США должна как можно быстрее поставить на голосование вопросы финансирования Израиля и Украины. Именно об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. По его словам, палата представителей имеет достаточное количество голосов для того, чтобы принять финансирование Израиля и Украины. Нам не нужны были никакие напоминания о том, что происходит в Украине. Но та ночь, безусловно, значительно подчеркивает угрозу, с которой Израиль сталкивается в очень жестком соседстве. Итак, есть двухпартийный законопроект Сената. И все, что нужно сделать в палате представителей, это поднять его и вынести на обсуждение. Мы с вами знаем, что голоса есть, но мы просто ищем лидерство из кабинета спикера. Вынесите его на рассмотрение, проголосуйте за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя, в чем он, безусловно, нуждается. Но и Украина так же могла. Глава Еврокомиссии Русулла Фондер-Ляйнс обратилась в Конгресс США с призывом проголосовать за помощь Украине, чтобы не нанести вред всему НАТО. Она убеждена, что большинство американских законодателей смотрят на вещи так же, как и европейцы, и в конце концов проголосуют за пакет помощи Киеву. Лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил о достижении консенсуса относительно помощи Украине и Израилю. Он выразил надежду, что на этой неделе удастся принять решение для поддержки обоих государств. И отметил, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это принятие Палаты представителей, одобренного Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, который включает поддержку обеих стран. В Североатлантическом альянсе прокомментировали массированную воздушную атаку Ирана на Израиль. По словам пресс-секретаря НАТО, альянс осуждает действия Ирана. Там добавили, что жизненно важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля. В разработке руководства Израиля несколько вариантов ответа на атаку Ирана. Один из них будет утвержден в ближайшее время, заявил спикер армии обороны Израиля Питер Лернер. Реакция Тель-Авива может быть как силовой, так и нет. Вместе с тем президент Соединенных Штатов Америки призвал Израиль быть осторожным в своем ответе, чтобы не допустить открытую войну на Ближнем Востоке, а также не втянуть в нее Соединенные Штаты. И напомню, в ночь на 14 апреля ираны и проиранские силы в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля дронами и ракетами. Почти все воздушные цели были сбиты военными Израиля и их союзниками. Никто не погиб, но есть раненые около 30 человек. В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении так называемого закона об иноагентах. Оппозиционный депутат накинулся на представителя правящей партии «Грузинская мечта». Эта политсила является автором законопроекта. На фоне возобновления его рассмотрения активисты и СМИ собрались на митинг у входа в парламент. Протестующие уверены, что власти будут использовать закон для подавления инакомыслия в стране, как это уже делает Кремль в России с помощью своего закона об иноагентах. Иране США и Европейский Союз осудили этот нормативный акт. Но в российских регионах продолжает пушевать стихия. Так, в Курганской области из-за паводка с мыло и унесло течением два моста. Еще один частично разрушен. Также в Томской области, вышедшая из берегов река, размыло насыпную дамбу. Уровень воды стал подниматься еще быстрее. По данным МЧС России, аналогичная угроза нависла и над Новосибирской областью. Власти готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации. Это самое масштабное наводнение с начала 21-го столетия в России. И ситуация только ухудшается. Люди жалуются, что помощь, если и приходит, то поздно. А МЧС работает ради телевизионной картинки. О ситуации далее в сюжете. На карте российских паводков новая точка. Под воду идет Курганская область. Резко прибывает вода в реке Табул и ее притоках. Стихия уже снесла два деревянных моста. Сорвало гигантскую плавун. Сейчас это все пойдет в сторону города. Половина моста оторвала. Под угрозой подтопления город Курган и 62 населенных пункта. Около 4 тысяч домов. Местных жителей призывают уехать. И чтобы заставить людей эвакуироваться, включают сирену. А это уже Оренбург и его окрестности. В реке Урал вода поднялась до отметки в почти 12 метров. Под угрозой затопления более 60 населенных пунктов. Есть места, где дома уже в воде по крышу. Затоплены и многоэтажки. В общей сложности в регионе подтоплены около 30 тысяч жилых домов и дачных участков. Люди жалуются на халатность спасательных служб. Говорили, что будет 10-го пик паводка. Никто не предупредил, что не 10-го. Что это все 12-го произошло. Все это было внезапно. И потом, если кто-то будет говорить, что предупреждали, никто не предупреждал нас. У меня сегодня свадьба. Но вместо свадьбы я из ресторана дерну. Вывожу все вещи. К родственникам едем жить. В соцсетях россияне рассказывают, что звонили спасателям. Но никто так и не приехал. Многим жителям приходится эвакуироваться самостоятельно. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Никли на них не работают. Мы ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойди и перебивай меня. Я вам еще раз говорю. Я еще раз говорю. Не доводить не дало народ. На милу, поднимем всех. В Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, еще одна беда. Отсутствие питьевой воды. Чтобы ее получить, приходится стоять в огромной очереди. Пустая газель вообще пришла. Стоять вот этот пакет. Зато дали объявление. Людей в Орске МЧС успел обвинить в том, что они сами не хотели эвакуироваться. Хотя местные жители убеждают, их никто и не собирался вывозить. О наводнении российские диктаторы вовсе молчал более недели. А только после того, как жители начали выходить на протесты, пообещали им компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей. И то люди сомневаются, что добьются выплат. В Орске из-за паводков начали массово прививать жителей от гепатита А. И придется предпринимать меры, чтобы предотвратить возможные эпидемии. Болезней там может быть целый букет. Пока пошли кишечные заболевания. И пока людей также прививают от гепатита А. Что, наверное, правильно. Беда в том, что вариантов там еще очень-очень много. Это всего не привившись. Предварительный ущерб от наводнения только в Орске оценили уже в 21 миллиард рублей. Никто из местных властей не ушел в отставку. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям. Халатность и нарушение правил строительной безопасности. Однако подозреваемых до сих пор нет. Да и приоритеты властей далеко не спасение граждан от наводнения. Это наводнение в России уже назвали самым масштабным с начала 21 века. 13 человек, среди которых один ребенок, пострадали вследствие ракетной атаки по Днепру в воскресенье 14 апреля. Повреждения получили более 30 домов. Как Россия продолжает терроризировать украинцев в материале наших корреспондентов? Взрыв и свист ушах. Не знаю, несколько секунд я упала, быстренько сгруппировалась. В ожидании, когда все пролетит. Потом слышала голос мамы. И начали искать друг друга по городу. Так Алена вспоминает вечер 14 апреля. Около 18 часов в Днепре включили сигнал тревоги. В этом время Алена и ее родители были на огороде. Спустя минуту раздался взрыв. Ее отец оказался ближе всего к эпицентру. 60-летний мужчина получил тяжелые ранения. Есть угроза для жизни. Он тяжелый и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы его из критического состояния вывели. Но откровенно сказать, что мы его спасли, тяжело пока еще. У Алены тоже осколочное ранение. Один осколок медики достали из бедра, второй из руки. Женщина говорит, в частный сектор их семья переехала после начала полномасштабной войны. Оставаться в квартире побоялись. Но и в тихом месте не смогли спрятаться от российской ракеты. От дома почти ничего не осталось. Он нежилой, по сути. Тут уже крыша, все. Стекла, окна. Летняя кухня тоже уже под снос. Скорее спустим невозможно. Различные повреждения получили у более 30 частных домов. За помощью к медикам обратились 13 человек. Среди них один ребенок. Вадим с семьей приехал в гости к родственникам. Как и его соседи, оказался рядом с эпицентром взрыва. Услышали сирену. Потом в телеграм написали, что срочно в укрытии. Я услышал уже свист. Начал наклоняться, чтобы избежать ранения. И сразу взрыв. С вечера 14 апреля с пострадавшими работают психологи. У каждого свое. У каждого свое. Несколько людей были с явно выраженной истерикой. Это реакция организма на те события, которые здесь происходили. С утра волонтеры международной миссии выдают строительные материалы людям, чьи дома пострадали в результате ракетной атаки. Теперешний год уже выдано. За сегодня мы уже выдали 30 строительных наборов. Сейчас машина приехала, выдадим еще 20. То есть, за сегодня будет выдано 50 строительных наборов от ВКБ ООН. С заявлениями о повреждении имущества уже обратились более 40 человек. А в Никополе Днепропетровской области в результате очередного обстрела пострадало три человека. Один из них Андрей. Он работает в инспекции, которая фиксирует последствия российской атаки по Никополю. И в воскресенье 14 апреля как раз был возле дома и горящего микроавтобуса, по которому ударили из артиллерии. Спустя полчаса россияне нанесли второй удар по тому же месту, использовав дрон-камикадзе, рассказывает мужчина. Телефон беру хозяина, про пашкорность, про что там, ну там забор только у него поврежден. И это можно разговаривать, записывать телефон, сфотографировать. И тут ниоткуда не возились, дрон просто полетит в нас, вот здесь сверху, с большой скоростью падает. Мы ничего не успели сделать. Мы просто падали и все. Я думал, что все. Мне конец, честно говоря. Мужчина рассказывает, за год его работы с двойным ударом россиян в одно и то же место столкнулся впервые и называет это прямым террором мирного населения. Сейчас Андрей в реанимации. Медики говорят, угрозы для его жизни нет. Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего. Энергетика и ситуация на фронте. Вот две главные темы заседания. Президент Украины заслушал отчет министра обороны по поводу поставок оружия, рэп и дронов. Ну а также Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях. Подробнее о ситуации на фронте далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Российские военные в Украине используют так называемую тактику амебы. Поскольку у них нет возможностей для глубокого прорыва, они экспериментируют с небольшими силами повсюду и надеются, что где-то появится шанс. Сами россияне используют то, что можно назвать тактикой амебы. Осознанно или нет, но у них нет возможности для глубокого прорыва. Они проталкиваются повсюду, несмотря на жизни своих солдат, на свою технику, так сказать, горящую, и надеются, что где-то вдруг появится возможность. Эннумыц, начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор. Захватить Часов Ярг 9 мая. Такую задачу перед своими военными поставило высшее российское руководство. Однако украинские силы обороны героически препятствуют реализации этого плана. В целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск В этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭП. Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений. Александр Сырский, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины. 87 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооружённых сил Украины. В то же время ВСУ продвинулись в районе Кременной и Новомихайловки, сообщает Американский институт изучения войны. На Новомихайловку постоянно оказывается давление. Но действительно российские оккупационные войска не могут там добиться серьёзного успеха, выйти даже к центру села, а порою им приходится отступать со своих позиций. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Захватчики обстреливали из артиллерии и миномётов Часов Яр, Константиновку и Углидар Донецкой области. В попытках оккупировать украинские территории российские военные попросту стирают с лица земли украинские населённые пункты. Вот так сейчас выглядит Работина, которая даже невозможно назвать населённым пунктом, потому что населения нет. Такое лицо имеет русский мир. Именно так освободители освобождают наши территории. Освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и совсем от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитывается об успехах на фронте. Из сообщения Сил обороны Юга Украины в Телеграм. ВСУ продолжают бороться с последствиями российского терроризма и в море. Украина ожидает получить от партнёров минимум пять противоминных кораблей, сообщили в военно-морских силах. Экипажи двух судов уже прошли подготовку и несут службу. Ещё три корабля готовятся к передаче. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 454 тысячи военных. За сутки были ликвидированы ещё 770 российских оккупантов. Силы обороны Украины уничтожили шесть танков, 31 бронемашину и 41 арт-систему. Захватчики также лишились более 30 оперативно-тактических беспилотников. ВСУ уничтожили три крылатых ракеты, а также более 50 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Канада летом начнёт передачу Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger. А Литва выделит 3 миллиона евро на FPV-дроны, сообщает Минобороны Украины. Кроме того, Нидерланды подтвердили намерение контрактирования. Контрактование партии беспилотников Hydran RQ-35 на 200 миллионов евро сотрудничестве с Данией и ФРГ. А Германия отдельно передаст разведывательные дроны Vector-211. Передача Украине новых систем ПВО стала главной темой переговоров украинского главы МИД Дмитрия Кулебу с его норвежским коллегой Бартом Эйде, который прибыл в Киев с визитом. Как отметил министр иностранных дел Норвегии, правительство страны ищет возможности обеспечить Украину большим количеством систем Patriot и обсуждает эту тему со своими партнерами. Норвежские системы НАСАМС крайне положительно зарекомендовали себя в Украине. И мы благодарны правительству Норвегии за усилия, направленные на то, чтобы в Украине было больше таких систем. Я полностью согласен с тем, что сейчас на повестке дня стоит противовоздушная оборона. Вы упомянули норвежскую НАСАМС. Мы делаем все возможное, чтобы наращивать производство этих перспективных ракет. Но они не только производятся в Норвегии. Там есть конгломерат разных стран. Мы над этим работаем. Также с министром иностранных дел Норвегии встретился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что команды двух стран уже завершили подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и укрепление украинской ПВО. Украина совместно с немецким оборонным заводом Ryan Metal производит вооружение для ВСУ. Как сообщил глава Укроборонпрома Герман Сметанин, предприятия расположены на украинской территории. ФРГ поставляет часть комплектующих. В то же время ряд продуктов оборонно-промышленного комплекса производится и на территории стран-партнеров. Там создают наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство. Впрочем, Киев также самостоятельно производит новое инновационное оружие. Упор делается на роботизацию систем, чтобы обезопасить украинских военных. Детальнее расскажет Никита Скобликов. В воздухе, на земле и на море. Украинский оборонпром расширяет военное производство, охватывая все стихии. Не имея своего флота, Украина перехватила инициативу на море и, по словам спикера военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, уже потопила треть черноморского флота РФ. Для этого, в частности, используются морские дроны, такие как Магура В-5. Поскольку беспилотный катер сделан из пластика, поэтому особо не выделяет тепла, то российским радарам и тепловизорам трудно его обнаружить. Дронами Магура уже были уничтожены разведывательный корабль «Иванхурс», десантные суда «Акуа» и «Серна», ракетный корабль «Ивановец», большой десантный корабль «Цезарь Куняков» и патрульный корабль «Сергей Котов». Морской компонент, благодаря которому мы очищаем Черное море, надеюсь, в недалеком будущем будем очищать и Азовское море и поддерживать его в двух основных компонентах. Это оборона и атака на морском плацдарме. Украинские производители крайне инициативны и прилагают все усилия, чтобы помочь украинской армии. Идеи, с которыми они приходят, могут быть революционными. Однако их нужно доработать, чтобы исключить все проблемные стороны. Для этого, как сообщает заместитель главнокомандующего вооруженными силами Украины, запускают железный полигон. Он будет работать на трех направлениях. По роботизированным системам, беспилотникам и системам РЭП. Цель проекта – поддержать наших производителей. Их очень много. Люди инициативно создают новые образцы, привлекают новые технологии. Мы хотим создать этот полигон, который даст возможность производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его по методологии всех испытаний, обеспечить его площадкой, соответствующими средствами для оценки характеристик, а также оказать помощь в оформлении документов, чтобы мы могли приблизить получение всех образцов, которые изготавливаются нашими замечательными производителями, чтобы они пошли в войска, обеспечивали безопасность военнослужащих. Украинская армия старается максимально обезопасить своих военных на линии фронта, в частности, делая ставку на роботизированные системы. Как сообщил полномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, до конца 2024 года появится больше таких систем, которые смогут заменить людей. Примером может служить такая турель. Она управляется дистанционно с окопа или другой местности. Также может сама наводиться на противника при помощи компьютера. Создается эта машина в Украине и практически не зависит от китайских или западных компонентов. Состоит на 80% из отечественных деталей. Производители отмечают, одна такая турель может остановить даже бронеавтомобиль. Когда мы создали эту дистанционно управляемую турель, мы хотели, чтобы человек где-то в стороне сидел, был защищен и мог дистанционно этим управлять. Эта турель также помогает вести точный огонь и ею управляет не человек, а компьютер. Поэтому для уничтожения какой-то цели можно использовать несколько выстрелов, а для человека это очень трудно. Дневные камеры могут видеть до двух километров, если это, например, автомобиль. Человек же может видеть до километра. Пока украинских военных с горячих точек фронта убрать не удалось, производители думают и о том, как доставить им припасы и медикаменты. Создали наземный дрон, который может привести все нужное на ноль, но со временем и эту технику модернизировали. Теперь она может также увозить раненых бойцов с поля боя. Но и это еще не все. С определенными модификациями этот образец минируют и разминируют территорию. На этой модели две платформы. Это миносбрасыватели. На каждой из них находится по четыре мины ТМ-62. Особенность какая? Когда надо выполнять именно процедуру минирования, он это делает без участия человека или по заданным координатам. То есть оператор выставит ему точки, что надо какой-то объект так и так заминировать, и он выложит эти мины. Или он сам положит быстренько. У него есть режим выкладывания шлагбаума. Выбрасывает через небольшой промежуток 2-3-4 метра мины и быстро убегает заряжаться новой порцией. Разработка инновационной техники и введение ее в массовое производство это не только помощь украинским солдатам на фронте, но и поддержание экономики государства. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас в стране работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в производстве. 12-летняя Яна Степаненко, которая потеряла обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, приняла участие в бостонском марафоне и пробежала 5 километров на протезах. Цель Яны облаготворительная – собрать на спортивный протез для тяжелораненого защитника Александра Ряснова, который в прошлом году потерял правую ногу во время боевого задания. Как девочка преодолевала эту дистанцию, расскажем подробнее в нашем материале. На часах в 6 утра Яна со своей группой поддержки, мамой Натальей и братом Ярославом собираются на марафон. Девочка немного нервничает. Ей на помощь приходит мама. «Яночка, помни всё, что тебе говорил Руслан и Настя. Как надо дышать, как надо держать спинку. Всё будет хорошо. Ты самая лучшая. У тебя всё получится. Помни это». Они снова втроём, как тогда, 8 апреля 2022-го на вокзале в Краматорске, когда путинские террористы обстреляли город ракетами. Тогда погиб 61 человек. 121 получил ранение. В семье Степаненко увечья не получил только брат-близнец Яны. Мама потеряла одну ногу. Яна – обе. «Волнуетесь?» «Очень, конечно. Это первый раз она бежит такую дистанцию, в принципе. Да и вообще она бегать начала, честно сказать, только два месяца назад. Поэтому я очень ей горжусь. Будем встречать её на финише. Всё будет класс». Для того, чтобы преодолеть такую дистанцию, Яна два месяца тренировалась по четыре раза в неделю. Постоянные занятия с реабилитологами и тренерами дали свои результаты. Ведь сначала девочка не могла пробежать на беговых протезах даже сотню метров. И вот она уже в Бостоне. Волнуется, однако, настроена решительно. «Просто страшно, что я не пробежу. Или не смогу преодолеть все пять километров. Медленно буду бежать. Спокойно». Бостонский марафон – один из самых старых и престижных в мире ежегодных забегов. Участие в нём принимают около 30 тысяч человек со всего мира. Яну к участию в этом спортивном мероприятии пригласил американский фонд One World Strong, который помогает ветеранам и гражданским пострадавшим впоследствии терактов и военных действий. К старту, чтобы поддержать несокрушимую участницу марафона, пришла группа поддержки из Украины. «Я хочу тебя очень поддержать. Ты очень крутая. Молодец. Я вчера писала о тебе, и очень много друзей моих тебя тоже поддерживают. Давай. Класс, ты молодец. Ты такая молодчина. Ты наша гордость». Во время забега на улицах Бостона зрители марафона встречают Яну бурными аплодисментами. Хотя дистанция даётся тяжело, Яна не сдаётся и продолжает бежать к своей цели. «Уже совсем трешки залашилась до финиша». Уже совсем немного осталось до финиша. Вот там он. Яна планировала пробежать всего два километра, но ей удалось преодолеть целых пять. «Ай, Кэй, вы представили по «Поинт-32-хел». «Ты сделал, Яна!» «Ты сделал, Яна!» «Ты сделал, Яна!» «Очень устала, очень устала. Но я очень довольна собой, что я смогла пробежать этих пять километров. Меня очень много поддерживало людей. Кричали мне, чтобы я не сдавалась. Я очень благодарна». После марафона Яна сразу позвонила по телефону тому, ради кого бежала. Это Александр Рясной, военнослужащий, который во время боевого задания получил тяжёлую травму в сентябре прошлого года. Рядом с ним разорвался снаряд, вследствие чего защитник потерял правую ногу. Девочка принимала участие в марафоне, чтобы собрать деньги Александру на беговой протез. «Дяка». «Я даже не представляю, как это. Я сейчас на протезе могу пройти 500 метров. Мне так тяжело. Я даже не представляю, как ты пробежала все эти пять километров. Ты молодец». «Это ради вас, чтобы вы тоже бегали вместе со мной. Возможно, пробежим с вами марафон». Яна Степаненко уже собрала для военного более 90% от нужной суммы, поэтому надеется, что её друг Александр уже вскоре сможет заниматься спортом вместе с ней. Все главные новости вы можете найти в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него прямо сейчас. Ну а это были важные новости сегодняшнего дня. Далее эфир продолжат мои коллеги. Не переключайтесь. Юрий Кулинич, Наталья Сопет в этой студии с гостями. Анализом текущих событий в Украине и в мире. Оставайтесь с Фридом и спасибо вам за доверие. Субтитры создавал DimaTorzok